У него на первом месте разговоры, ТНТ там. Ты будешь? Ты будешь рубиться? Я пахал, я пятьсот провел, пятьсот провел, пятьсот провел. Волнуешься, Магомед? Ну кто лучше, борется ты или он? О-о-о. Как ты считаешь? Как правильнее, цыган или Андрей? Вдруг ты зелень напишешь? В этой индустрии есть люди, которые сами байфы вымораживают. Валер, а вам будет, но только нет? Да. Это просто три алкаша, которых ты уронил. После Дауда поверил, что мама помогает? Шведский стол, вот это знаешь, как я извиняюсь, тебе что, оплатили перелет, да? У любого мужчины уже в голове заложено, что он уже все, охотник, он уже должен выйти и забрать этот гол. 6 июля в Екатеринбурге пройдет турнир на голых кулаках от создателей Лиги РСС. Это уже девятый ивент крупной организации на голых кулаках. Сегодня с нами главные действующие лица. Это глава РСС Николай Клименко. Николай, приветствую. Это участники главного боя этого вечера. Это Валерий Мясников и Магомед Магомедов. Полуфиналисты Гран-при РСС Харт – Алихан Жукупов и Иван Нушкин. Рад каждого из вас приветствовать. Какие-то есть настроения, эмоции перед этим турниром? Валер, начнем с тебя, потому что у тебя была замена соперника. Мои эмоции по замене соперника стало только интереснее. Я думаю, Магомеду тоже. Какие эмоции? Сейчас сногсшибательные, я тебе скажу, эмоции. Я готов, я отлично себя чувствую. Осталось подогнать вес, настрой отличный. Как я уже писал Магомеду, заварушка намечается. Он поддержал эту заварушку. Пойду в нее, мне все равно, поэтому погнали. Такой настрой. А ты следил вообще за выступлением Магомеда? Как вообще отреагировал в плане, ты считаешь, что более сильная позиция, поменял ли какую-то подготовку? Осталось так-то немало всего лишь неделя? Слушай, осталось мало тактически, только поменяли. Там, да, Магомед Левша, но это как-никак не повлияло. Прошел сбор, там много работали тоже в отработках, в разных стойках все время, то есть в промежутке между боями тренируем вообще различные ситуации, не просто, знаешь, там... Ну, кто лучше? Блокается ты или он? Как ты считаешь? Я думаю, Нальский клинч у меня лучше. Магомед, ты находишься в статусе претендента на персень топ-дога и берешь на суперкоротком воздавлении бой против суперзвезды лиги РССИХард, потому что он убрал Дауда Стаханский нокаутов в печень. Это амбиции? Это самоуверенность? Или это твой стиль такой, знаешь, типа? Ни в коем случае не самоуверенность. Я просто люблю вызовы, громкие вызовы. И вот я пришел на помощь РССС, можно так сказать, спасти бой и сделать еще его громче. Ну, честно говоря, там бы изи бой был бы для Валеры с этим парнем из Нигерии. Поэтому, я думаю, я как-то события еще украсил этим. У меня серия из пяти побед в топ-доге. Я дебютировал на голых кулаках именно в РСССИХ. Это седьмой бой мой будет за год. Я люблю вызовы. Валера ММАшник, я ММАшник. Даже можно не говорить так, ММАшник. Мы бойцы смешанных единоборств. У нас получится намного интересней бой. Ну, и вы увидите это 6-го числа. А хотел бы провести бой по ММА, кстати, с Валерой? Ну, раз мы в такую историю ввязались, не можно. И почему бы нет? Как бы это тоже напрашивается. Вот ты сейчас сидишь очень скромно, даже так выдержанно разговариваешь. А когда я Магомеда попросил записать комментарий по поводу поединка с тобой, он так и сказал, цитирую, «Если бы я не был уверен в победе над Мясниковым, я бы не принимал этот вызов». Ну, конечно, я же… За счет чего? За счет чего можно победить Валеру? За счет чего? Да. Какие есть минусы? Давай, раскрою свои планы. Мне интересно. А нет, у меня просто стиль такой подразумевает, что я для любого боксера неудобен. Кто бы со мной не стоял в парах, кто со мной знает, кто стоит в парах, они знают, какой они очень неудобны. Ну, Валерий мне будет легко. Ну, и так же и мне. Я не настраиваюсь, что мне будет легко. Возможно, ну, все мои бои до конца проходят. Я не нокаутер, я игровик. Так что, думаю, все пять раундов покажем красивый бокс с элементами моими. А долго сомневался, когда я принимал бой? Нет, сразу. Я сразу согласился. Но все равно какие-то сомнения должны же появиться были после первого боя в Россессии? Да нет, зачем нет. Там тоже короткое уведомление, осадок какой-то после вот такого дебюта. Тогда я с Маркелом тоже ввязался в эту авантюру. Я это даже не понимал. Если честно, это посмотреть, я даже не знал, что делать в ринге. Я тогда так пробовал. Ну, так для тебя лучше. Просто мне готовили. Я должен был по ММА, там, четыре месяца ждал бои. И мне вот менеджер позвонил, говорит, вот есть такой вариант. Выйдешь, выйдешь. Шестнадцать килограмм разница была. Я даже, ну, я говорю, все равно выйду. А с Валерой почему нет? Он реально здесь звезда. Это мой шанс тоже слететь в космос. Так что почему нет? Мне 33 года, мне сейчас ждать кого-то. Сидеть, выжидать. Так что погнали. У нас здесь представители есть RCC и бойцы Лиги Топдог. Ваня Нушкин, Эльхан Жукупов. Парни, а можно ваш прогноз на этот бой? Потому что ты знаешь Валеру, как никто другой. Вы вместе выступаете в одной лиге, Иван. Ты, как и Мага, это… Ты знаешь, что говорить. Воспитанники, дани, регбисты. Давай, Иван, с тебя начнем. Рады тебя приветствовать. Да, я тоже приветствую. Я, конечно же, буду болеть за Магу. Потому что мы с одной лиги. И я знаю, что он максимально неудобен вообще для всех. Наверное, прям вот это самый неудобный человек, который только может быть. Это вообще человек клиничный, его можно так назвать. Валера крутой боец. Но все равно я здесь отдаю предпочтение Маги. Ну, чисто вот. У меня такая чуйка, что он победит именно в этом бою. Алихан? Всех приветствую тоже. Ну, мое мнение… Честно, честно. Ну, не смотрел ни разу в первый раз. Я кулачку вообще не смотрю. А вот Валерку увидел, когда сюда попал. Я думаю… Ну, мне Валерка нравится, как он… Кулачки. Более такой боксерский стиль. Играет. Много ли комментариев было тебе после побед над Даудом, что это был Лаки Панч? Чувак, как ты можешь называть себя? Ну, да. Это не первый раз, когда… Ну, я говорю… Купили бой, Лаки Панч, если там типа… Да повезло, давайте сразу реванш через неделю, там… Ну, конечно, много. Я говорю, ну окей, если вам так удобно думать, пожалуйста, думайте так. Но потом люди, когда выходят, все равно вживую не так говорят. В основном это все комментарии, но… Диванные эксперты… Ну, и диванные эксперты про тебя пишут, что с таким стилем боев, как у тебя, надо вообще драться не в Андеркарде, а еще тогда, когда зрители не запускают. Это один из комментариев, который я читал после поединка с баварским снайпером, что его тайский клинч делает поединок очень скучным, местами неинтересным, и зачастую люди не видят той красоты, которую хотят увидеть. Ну, это тип людей, которые любят просто мордобой. Может? Я скажу. Извиняюсь. Ну, люди и не выходят драться, понимаешь? Он, в первую очередь, тоже дерется для себя, и если это работает… Он спасается тайским кличем, как думаешь, от того, что вы получили? Я не думаю, что это спасается, он в нем работает. Отлично работает, отлично чувствует. Это его территория. То есть, поэтому не люди выходят драться. Люди видят внешнюю картинку. Большинство даже из них в зал не ходил, ну, как бы, им, понятное дело, всем не угодишь, так сказать. Всегда будут. Какой бы то идеальный не был, всегда будут те, кто скажет, нет, у Ани Панч повезло. Друг Магомер бился, получается, и в сене, и в нашем гексагоне. Думаешь, тебе все-таки удобнее навязать свой стиль? Потому что в сене, это, как видел все бои, они больше в клинче. Когда бился в гексагоне, у тебя, как бы, получалось уже больше буксеров. То есть, сможешь ли здесь применить ту технику, которую ты принимал в сене, что дало тебе успех? Ну, я думаю, у вас правила, по идее, плюс-минус одинаковые же. Ну, правила плюс-минус одинаковые, но все зависит еще от рефери. То есть, он может раньше останавливать клинч, может позже. Поэтому тут как повезет, но в целом у нас, конечно, клинча поменьше, как правило. Те, которые мы видели, там не давали-то долго клинчевать. Псения, она меньше. Ты туда реально заходишь, когда тебя так сразу все сковывает. Здесь, как бы, здесь как боксерский ринг, здесь подвигаться можно больше, да. Где тяжелее и лучше драться. Ну, честно скажу, где бы я ни дрался по ММА, вот где именно, когда ты все не дерешь, там вообще по-другому, другие эмоции испытываешь. Каждому бойцу бы советовал хоть раз бы там ощутить этот адреналин какой-то. Здесь как больше спортивное мероприятие, да. Ну, тем не менее, вот вон бой, пожалуйста, Наима с самураем. С Тарабриным. Ну, Наим вообще так не дерется. Он, по идее, так никогда не дрался в сене. Ну, я не видел его бои такие, чтоб он в сене показывал. Он по-другому раскрывает бойца. Сене раскрывает по-другому. Сене по-другому. Вот эта атмосфера. То есть мы бы хочешь сказать, что мы можем увидеть в субботу, как гексагон не раскроет тебя, как пойти? Нет, я-не, я-то выхожу, я делаю всегда свое. Я как бы это, я говорю, это первый бой с Маркелом, можете вообще не считать. Я говорю, я тогда вообще не понимал, что я там делаю, как не, за счет чего мне сейчас выиграть здесь. А сейчас я уже знаю, что я буду делать, как буду делать. Я как только на свою работу и рассчитываю. Вань, у тебя предстоит полуфинал с Алиханом, и в этом полуфинале, человеку которого два поединка, да, в полуфинале, у тебя шесть, пять побед, семь, шесть побед, одно поражение, ты выходишь в статусе фаворита. Это будет легкая прогулка для тебя, выход в финал долгожданный, или ты все-таки смотрел Алихана и можешь назвать плюс-минус какие-то моменты, которые тебе реально зацепили в его поединках? Да, я смотрел его два боя. Ну, удар есть у парня. Бьющий хорошо, тем более в первом бою прям так, ну, очень хороший нокдаун был, даже не дали продолжить. Во втором бою тоже такой тычок у него левый был хороший, что парень упал. Поэтому, ну, настраиваюсь серьезно на любой бой, какой бы ни было, всегда серьезно настраиваюсь. Легкой прогулки я не жду. Хочу, конечно, победить. И, ну, там уже в ринге посмотрим. У всех есть слабые стороны, понятно. Я там для себя отметил какие-то, которые есть у него. Он отметил, которые есть у меня. Они у всех есть, это нормально. И вот будем, короче, с ним проверять, кто круче. А ты не боишься потерять свою аудиторию? Потому что у Алихана огромное количество ребят с Казахстана. Они за него болеют, они его поддерживают. И для них он, ну, восходящая звезда. И даже если он уступит тебе этот полуфинал, он останется для них таким же крутым парнем. У тебя статус другой. Ты дерешься на очень высоком уровне. За тебя валит Даня Рэгбист. Он прилетит сюда. Скорее всего для того, чтобы тебя поддержать. Проиграть молодому проспекту – это, наверное, потерять аудиторию. Да нет, ну, в поражении ничего такого стрёмного нет. Никогда я не понимаю людей, которые там… Ну, это спорт, это нормальное явление, когда человек проигрывает, выигрывает. То есть, ну, не должно быть такого, что ты так вот зациклен, все, лишь бы не проиграть. Нет, нет. Я ко всему, ну, к поражению. У меня были поражения и в любительском боксе, и в кулаках. И поэтому я реально нормально к этому отношусь. То есть, любой исход боя я приму, как мужчина. Также встречный вопрос к Алихану. Ты говоришь, ты не смотрел бои по кулакам, но вообще смотрел либо Ивана… Да, смотрел. И видел вот это поражение Кантемеру. Ты что-то взял для себя. Будешь что-то там, не знаю, использовать тактику Кантемера. Как вообще оцениваешь свои шансы в этом поединке? Бой будет, думаю, тяжелый. Иван очень хороший боец. Ну, боксерский поединок получится. Ринг, думаю, покажет, все. Ну, а что покажешь ты? Хорошо. Ринг-то покажет абсолютно все. Я буду делать, ну, свое. Слушайте, все, что готовил. Как обычно, работаю. Ну, а так, вообще, ты кого видишь фаворитом в этом гран-при? То есть, вот. Другой полуфинал – это, получается, Щупов, Мирослан. А то он же выигрывал у Щупов, да? Да, да, да. Причем, Щупов-то дошел, как бы, на череде побед. И он, опять, малышок для всех. Да, я очень уверенно. Наверное, сам не поверил, когда выиграл. Я помню его на интервью. У парня, он просто смотрит на меня вот такими глазами. Такой. Да, со мной мои ребята с Казахстана. Мы приехали, побежали. Он очень хорошо выиграл. Нет, классно. Сам, наверное, не поверил. Причем, что дебют был у тебя, правильно? Ты дебютировал с победой? Дебютировал, да. Мне было тяжело. Вот эту дистанцию подобрать не мог после перчаток. И когда нокдаун попал, он меня разозлил, наоборот. Выиграть надо. Просто так мне приехали, эти 500 километров. А может тебя разозлить то, что Ваня дрался против Кантемира и ни разу не упал в нокдаун? Ване очень тяжело пробить, на самом деле. Кантемир там пытался, 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 у него не вышло. А ты, как будто складывается ощущение, боец одного удара. Знаешь, ты Щупова, ну, хорошенько дернул. Второй твой бой был тоже. Ты был настроен на нокаут, это было видно. Просто это не вышло. Ну, не получилось у тебя нокаутировать. Может ли как раз это сыграть решающую роль? Потому что, ну, как не бей стену, она никак не сломается. Ну, в боксе я вообще сильно не бил. В любительском, любительском боксе. Больше, ну, игровой стиль у меня был. Казахская школа, на ножках двигаться. И здесь, я думаю, тоже буду стараться все, что у меня получится. Ты будет бить, что меня не будет жалеть. Будет бить, я его буду бить. Ну, Рим покажет. Да. У меня вопрос к Николаю. Вот ты спросил там, кто там фаворит их. А кто фаворит у Николая? Среди кого? Среди тебя и Магомеда? Вообще, я среди пар вот этих, которые здесь сидят. Ну, здесь тяжело, на самом деле, предугадать. Потому что вот Ивану реально больше опыта в кулаках. И это может сыграть роль. Потому что надо уметь вот именно психологически подходить таким боям. И кто умеет сохранить это спокойствие. А где-то, наоборот, себя завести в тяжелый момент. Поэтому здесь очень тяжело предугадать. Это мне кажется, что по технике, наверное, или по чувство дистанции, мне кажется, у Алихана, кого больше здесь преимущество. Но вот этот опыт тоже может повлиять. Потому что не было таких, наверное, серьезной оппозиции. Для меня здесь бой 50 на 50. У вас бой тоже такой непростой. Для меня самое главное, чтобы вы показали классный бой. То есть я даже не хочу ставить на победителя. Больше, чтобы не было грязной работы. Потому что Магомед знает, почему долго я, допустим, не мог сделать бой. Потому что были определенные претензии по стилю ведения бой. Да, он приносит ему плоды, победы. Но бывает это не то, что хотят увидеть организаторы или зрители. И охота вот именно больше зрелища, больше нокаутов, больше обменов ударами. И я считаю, что этот бой, наверное, пройдет как раз в этом стиле, в котором я хочу. Потому что у вас все равно ММА-база. Это не то, что боксер бьется против ММА-шника. Здесь не все, я думаю, его преимущества смогут сработать на тебе. И мы здесь, наверное, больше увидим такой для меня чистый бокс. Как раз как я это хотел сделать. ММА-бокс. На самом деле, мы сейчас наблюдаем обратную ситуацию. Вот у обоих ребят. Вот сейчас Алихан находится в позиции Валеры Мясникова в декабре. В ноябре, точнее. Объясню почему. Алихану уже нечего терять. Ну согласитесь, парень молодой, только дебютировал в кулачке. Ему он ничего не теряет. И он будет работать открыто, спокойно. А вот мне кажется, по Иваневу есть большие вопросы. Потому что, как бы ты ни говорил, что ты не переживаешь потерять аудиторию и так далее, но сейчас такие люди, что они сразу отворачиваются от тех, кто проигрывает. А мне кажется, наоборот. То есть, у Алихана есть шанс и он может его упустить. И он спокойно двигается дальше. Он не спокойно двигается дальше. То есть, у Ивана есть контакт с топдок. Он может вернуться, подараться, вернуться в гонку за персией. Здесь нужно возвращаться обратно, либо заходить в топдок как новичок, либо пробовать наш шанс. А почему, кстати, Валера и Мага не дерутся в рамках гран-при на этом турнире? Ну, потому что изначально так получилось, что мы для Валеры уже смотрим более такие медийные бои. Потому что наш гран-при уже сформировался. На тот момент у Валеры была травма, он не мог сразу же вписаться в это гран-при. И он уже, ну, заслужил, наверное, репутацию лучшего бойца Российсина в сегодняшний момент. В среднем весе? Три боя, три победы. Победа над Даудом, конечно, дала ему просто большой бонус в медийке. И сейчас, если подбирать соперника, то очень достойного. И Мага на сегодняшний день соответствует этому. То есть, он не просто так является претендентом топдок. Поэтому очень круто увидеть такое противостояние пять лучших бойцов лиг. Вот как-то так. Есть подозрение, что РСС ММА получит вот такой бой, как декабрьский подарок на Новый год? В качестве там какого-нибудь боя главного карда открывающего? Как продолжение диалога Веснякова? Это интересно, но все будет зависит, наверное, от этого боя. Как пойдет бой, если он будет реально близким, если он реально будет громким. Тогда будет логика в таком поединке. Если он пойдет как-то односторонне, тогда уже будут вопросы, есть ли актуальность в этом поединке. Ты дрался ровно год назад против Владимира Маркелова. Во сколько раз вырос твой гонорар сейчас по сравнению с первым боем на голых кулаках? Ну, в два раза точно. В два раза? Да. То есть ты хочешь сказать, что ты пять раз дрался, дошел до статуса претендента? Ты имеешь в виду RCC? От первого боя? Нет, нет, я тебе просто, ты же получил первые деньги за кулачку RCC, потом много-много дрался и получаешь сейчас деньги. В два раза, да? Ну, ни для кого не секрет, что RCC платят больше, чем в других организациях. Валера, у тебя тоже, да, в два раза или больше? Можешь так просто сказать, во сколько первый гонорар и вот сейчас сколько ты получишь за бой? Ну, да, почти X2. Я просто вчера сидел и думал, там, может, X5, X6, X7. Ну, X5, X7, это, как правило, ребята, кто начинает, вот они заходят с минималки, это уже не секрет, мы это платим, там, в районе 100 тысяч рублей только за выход. Ребятам, дебютантам, и понятно, что если они будут делать бои, победные бои, будут нокауты, их гонорары могут легко удвоиться, утроиться, там, да, бывает, и X10 люди могут получить. Все зависит от них. Ну, то хочу сказать, RCC не обижал и делал очень хорошие шаги, так сказать. За тысячи дебют, это очень круто, на самом деле. А за сколько ты дрался первый бой? Бесплатно. Вот серьезно, такая мотивация. Вот объяснить тем людям, которые по ту сторону экрана не понимают, как можно испортить свое здоровье за бесплатно. Я дрался в лиге USF, такая лига была, там несколько турниров, три, по-моему, было. Вот, супер бой там проводил. Ну, там как бы, то есть перспектива развития была очень крутая в плане денег, то есть ты там уже за четвертый бой мог там несколько тысяч долларов получить, там именно в долларах типа оплата была у них. Вот, поэтому, ну просто, что перспектива, то есть первый бой был как отбороженный, он был бесплатный, а уже потом со второго боя они там платили деньги. Но на тот кон они очень хорошие деньги предлагали. Блин, сколько там за первый бой? Ну, за первое место в итоге выходило 250 тысяч долларов. А, ну, это хорошая сумма. То есть за пять боев ты мог заработать там, ну, 250 тысяч долларов, даже больше. А можете каждый из вас, в том числе Николай, назвать три бойца, с которыми вы хотели бы разделить кулачный ринг? Вот, для Валеры, для Алихана, потому что это все-таки бойцы РССС, для ребят это очевидно, что… Это с вопросом не задал, типа… Нет, с кем бы ты хоть сначала, пускай ребята скажут, да, я понял о чем это, а потом уже Николай скажет, кого бы он хотел сформить. Три бойца на голых кулаках в РССС Харт. Он Магомед. Ну, у меня сейчас просто, знаешь, как фокус такой, ну, первый. Не могу его не вставить, не вставить в эту тройку. Интересно было бы подраться с Асланом, с Баром. С Асланом, с Баром. А какой вес? Ну, это надо переговорить, я бы подрался так же в промежуточном, в 90, да, вот как с Даудом мы, допустим, дрались. Но это прикольно, потому что он выиграл Дауда, я выиграл Дауда, он выиграл нокаутом, я выиграл нокаутом. То есть, такая, ну, история какая-то, ну, то есть, недосказанность там, потом в комментариях много тоже спорили, кто что, кого. Начался играть в эту игру. Третий, третий по кулакам с победителем Гран-при боем подрался. Николай, есть ли ощущение, что если Мясников выигрывает Магомеда Магомедова, ну, пока фантазирую, либо Мага выиграет Мясникова, то это супер бой с обладателем титулов Гран-при 84 килограмма? Да, это очень логично. А почему в этом списке нет Александра Шлеменко? На голых кулаках? На голых кулаках? Слушай, смотри, я когда только в кулачку заходил, я тоже не смотрел кулачку, не знал, что, как, мне спрашивали тот же вопрос, с кем бы ты хотел подраться? У меня первые ударники яркие из ММА. Ну, конечно. Шлеменко, Минеев, ну, типа, да, вот. Сейчас, ну, с Александром мне бы гораздо интереснее было по ММА подраться. Магомед, три имени. Я думаю, ему это не нужно просто. Три имени. Ну, кроме Валеры, ну, честно, даже, ну, вот, победителем Гран-при. Верси Сихард. Кого Валера вызывал? Влада Белаза. Он медийный. Вау. Да, забыл. Чего вы так охотитесь с Белазом? Он что-то это сам заглох, короче. Потому что он на хайпе, он медийный. Ну, давай. Договорим. Я назвал Гелаза и... И победителя Гран-при. 85 килограмм. Почему там в списке нет самурая? Наим? Да. С ним все разборки мы проведем у себя дома в Топ-Доге. Есть подозрение, что ты даже бы его и не назвал, если бы я сказал в целом по кулачку почему-то. Не настолько тебе это интересен, да, этот бой? Просто потому что перстень. У меня цель забрать перстень, это вот у меня главная задача сейчас. А что Белаз? А что Белаз? Да, что ему таком привлекает вас. Заглох. Медийный. А Белаза? Заговаривает. Валера в этой игре начинает разбираться, смотри, и уже за деньги разбирается, и уже трешток хороший. Я объясню почему. Он не называет имена, он говорит, я любой готов, давай, туда-сюда, любого. Ему говорят, ну вот есть Валерий. А, я за ним не следил, но я почему вообще это как бы чуть-чуть подцепило, за ним не следил. Я такой смотрю в социальных сетях, там, каждая историю моя смотрит, но я на него подписан давно, он на меня подписан, давно там писал мне тоже. Вот. Я такой, блин, ну, сказал бы, ну, чё это сам, ну, типа он мне симпатизирует, как боец, но не хочу с ним драться. Если на кону будет какая-то большая история, то, да, можно, ну, можно же так ответить. Не, я не смотрю, не это. Слушай, ну, ты его просто... Ну, я такой чуть-чуть это самое думаю, дай-ка его цепану. Ну, и интересно, как он сейчас, вот, в HTC, допустим, будет вести переговоры. То есть, потому что ответ он никакого не дал, он это видел, он мне написал, что, типа, Валера, Валера, там, ты меня что-то хочешь сильно побить. Потом я увидел это в уведомлениях, я потом захожу, и это удалено. Кану, па-па-па, Николай. Нет, я уверен, что Влад умеет считать риски, и уже в силу того, что уже какое-то у него большое медийное имя есть, он вроде бы и говорит, что готов с любым подраться. Но, как мы знаем, когда бойцы достигают определенного уровня, они уже начинают более ответственно к этому подходить. Им уже, ну, реально нечего сейчас доказывать, но нужно тоже понимать, что мы же заинтересованы в классных громких боях, как вот была у нас проблема с Давудом в моменте, что он не соглашался на наших соперников. И интерес организации, конечно, падает в таких спортсменах, поэтому, я думаю, после этого турнира, после того, как пройдет следующий этап гран-при, будут какие-то интересные предложения для Влада, и это может быть и ММА, и, возможно, по кулакам мы также бы рассмотрели кого-то из победителей сегодняшней пары. Поэтому, в принципе, идея, как бы, она осталась. Он сразу, он сразу завелся, посмотрите. Я готов и поддержать его мэри-историю. Мне это тоже интересно. И по грэпплингу можно. Смотри, смотри, разница в том, что он говорит, я готов-готов с любым, но он боится потерять свой статус. То есть он здесь, вот если человек, да, там, ты ему задаешь вопрос, боишься ли ты потерять аудиторию, он здесь за чувствами, за вот этим атмосферой боя, за спортивной составляющей, а он за медийной составляющей здесь. Но, мне кажется, вот Алихану боится вот эти позиции потерять. Подожди, вот вопрос к Алихану. Фокус не много. Как ты считаешь, ты знаешь и Белаза, знаешь и Валера? Ну, согласись, Белаз повыше будет в этой всей истории находиться. Как бы ни был крут Валера, он там нокаутировал Дауда, но Белаза, он медийный, у него опытный. Он согласись, что для него Валера не интересен. Вот просто как, как просто медиа-персонаж. А кто для него интересен? Просто это уже другой вопрос. Когда ты на камеру кричишь, подавайте мне любых топов. Ну, он имеет в виду топов в медиа, пойми, у Валеры там 12, 13, 15 тысяч подписчиков. У Белаза 150 тысяч, понимаешь? У него 7-0 по кулачке, у Валерки 3-0 пока что. Пока что. В смысле, что... У него уже громкое имя. Но оно за счет Дауда, а у Белаза за счет всей его истории, которую он в целом творит. Не считаешь ли ты как раз таки, что он говорит правильные вещи, что как медийный персонаж, у него огромные риски потерять аудиторию? Пускай дерется за подписчиков, понимаешь? Мы здесь деремся за то, что мы спортсмены и профессиональные спортсмены. То есть у нас на первом месте бои и качество боев. У него на первом месте разговоры, ТНТ, там вроде сейчас такая история. Следит, следит, следит. Конечно, слежу. Я за всеми своими потенциальными оппонентами слежу. Магомед, у тебя была сомнительная победа с Хантером. Ну, ты сам понимаешь, о чем мы говорим. Победа, которую не признавали многие. А у тебя тяжелая, вязкая, скучная, но победа. Это важно. Над баварским снайпером. Сейчас тебя ждет поединок с Валерием Мясняковым. Скажи честно, вот тут глава организации, сам твой соперник. Ты будешь драться за победу? Или для зрителей, для того, чтобы твои хайлайти набирали миллионы просмотров? Или ты такой, парни, у меня есть секрет? Ну, как бы твой стиль боя. Вот реально ты любишь работать на ближней дистанции, про это все знают. И для тебя вообще без разницы, подписчики, зрители, миллионы просмотров. Твой значок просто забрать победу и спокойно пойти дальше. Ну, во-первых, я как спортсмен, я выхожу туда за победой. Это в первую очередь. Конечно, я хочу показать, вы от меня ждете тоже что-то яркого. Ну, я и, соответственно, буду стараться показать яркий бой. А что будет, что будет, там, это мы уже посмотрим. Я вам не могу обещать что-то, что я буду вот именно так делать. Ты готов принять предложение Валеры в раунде в четвертом просто зарубиться в центре гексагона? Вот как было... Валера предложил так? Именно, как недавно в UFC, да, было, когда Джастин Гейджи дрался? Надо тогда в пятом раунде. Можно в пятом раунде, не проблема. Ты готов принять это предложение? За 30 секунд до конца он говорит, давай, все, вот так вставил, руки опустил. Идем до пятого раунда. Да, ему смысла соглашаться, чем там, в бой ведет, зачем там зарубаться, вот это. Ну, просто бывает иногда скучно смотреть на то, как ребята дерутся. Ты будешь рубиться? Ну, от ситуации зависит. Если, ну, там, такая ситуация будет, то да, порублюсь. А если, ну, есть у меня вариант выигрывать, ну, технически, тактически, то почему нет? Потому что, выйду я сейчас, да, такой, встану, омми, там, кость сломает, я ему сломаю, и все, ему на полгода оба слетим. То есть победа любой ценой? И вот тут вот как раз стоял. Скучный бой, надо победить? Ну, не, не скучный бой, но любой ценой, да. Но ты про себя в интервью говоришь, что ты скучный боец. Я, Варис, кто сделал? Ты говоришь, я скучный боец, мои бои не особо интересны. А сейчас ты говоришь, я буду рубиться. Нет, я сказал, ну, если надо, я порублюсь. Надо? Ну, это тебе надо. Нет, это надо главе организации, надо людям, которые смотрят. Это надо, ребята. Вы бонусы получаете за это? А здесь есть бонусы, конечно, бонусы телеканалов. Ну, если побольше, бонусы, 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 все, и все, и все, согласовано. Тут, на самом деле, очень правильно, он говорит, да, согласитесь, с одной стороны, свое здоровье надо сберечь, а с другой стороны, красоту показать. Алихан, мы тебя не оставим без этого же вопроса, ты будешь рубиться? Ну, да, если буду проигрывать бой, то буду рубиться. Да, от ситуации все зависит. Да, от ситуации зависит. Оно бывает, но не идет, вот, вот, что хочешь делать, но не идет, то есть, и все. Можно, да, скажу тоже от себя? Короче, ситуация в бою, это стрессовая, да, такая, и тут инстинкты. Вообще в кулачке такая, то есть, зверь просыпается. И тут вообще можно не угадать, где ты вот так вот можешь план на бой быть один, а в какой-то момент ты, бам, пропускаешь плюху, заводишься, и начинается вот это вот. Поэтому это всегда непредсказуемая история, потому что это кулаки, это, да, как катаны летают над головой. Поэтому можно всего ожидать, мне кажется, вообще от боев, которых... Что сказать с Магомедом, допустим, я думаю, у нас не будет скучный бой, потому что у меня есть база ММА, я в клинче тоже не новичок, это, ну, не бокс, да. Наверное, у меня так и хорошо получается по кулакам, потому что до этого есть изначально база бокса, потом на нее кулаки накладываются, и поэтому, ну, даже если это будет клинч, это будет интересный клинч, этого не будет вязкий клинч, это будет клинч с уроном. Я так вижу этот бой. Хорошо, давайте на душевной ноте. Валера, мама будет на турнире? Да, с вашей поддержкой будет. А у Магомеда будет мама? Нет. А ты вот после Дауда поверил, что мама помогает? Слушай, ну, она, в принципе, мне всегда, всю жизнь помогает. Нет, ну, тут это прям реально была какая-то волшебная история, когда мама там сразу сказала. Это первый бой был? Нет, третий бой. Третий бой, мама когда рядом, да, да, да. Она и на ММА-боях присутствовала, и в день рождения. Я тогда дрался, и она, у нее было день рождения, я тогда дрался. Своего рождения тоже. Скоро Валера Валера, отличная идея, она где мама лапы еще держит. Для меня это никак не давило, но я просто отдаю ей, ну, действительно, низкий поклон, потому что, ну, да, женщина, которая смотрит вот так вот, как чадо, кроваво рубится, ну, с детства, можно сказать, с любительских соревнований. То есть, и если, она наоборот меня мотивирует, и если, как бы, она такая сильная справляется с этим, то я вообще, ну, мне просто погнали. Ваня, ты вышел из простых ребят, как я понимаю, да, такой парень с района, так чуть-чуть поизучал твою биографию, с улицы, по сути. Сейчас у тебя есть возможность выйти в финал Гран-при, забрать достаточно хорошие деньги, дальше забрать кулон и, в принципе, стать суперзвездой. А ради чего ты дерешься, и ради чего тебе все это надо, получать урон, восстанавливаться и так далее? То я ничего врать не буду, зарабатываю этим на свою жизнь, то есть обеспечиваю свою семью этим всем, это мой заработок в основном, то есть я умею это делать, у меня это получается, и я, ну, я это делаю, вот и все. Просто я, ну, стараюсь обеспечить свою семью как можно лучше. А ты, Алихан, можешь сказать, что если бы не кулачный быть, то твоя жизнь, она бы, скорее всего, не была бы так плотно связана со спортом? Да, я бы завязал. Работать, как простой парень с Казахстана, расскажи про это. Да, если бы не кулаки, я бы вообще завязал бы спортом. Уже завязал, можно сказать. Потом мне предложили подраться, заработать денег, и вот приехал заработать. Я думаю, что у вас все получится. Я предлагаю провести битву взглядов, такую добрую, знаете, душевную, как и весь наш разговор. Начнем с главного боя. Николай, Алихан. Знаете, было бы интересно, мы еще сидя бы провели вот так. Все, сегодня не бей. Ну, за что, наверное. За что, тогда посмотрели. Волнуешься, наверное? Я волнуюсь, мне это нравится. Есть такая. Это будет бой лучших средневесов в России. Увидимся 6 июля на кулачке РСС Харта. Мы переходим дальше. Гран-при тяжелого веса и супер бой прямо сейчас. Гран-при тяжелого веса и супер бой прямо здесь, на РСС Харт. 6 июля с нами Герман Скобенко и Слам Женгоразов. Это бойцы гран-при тяжелого веса. И участники супер боя Андрей Чеботарев и Александр Сидоренко-грассмейстер. Просто хотел его назвать Грассмейстер, потому что у меня Александр Сидоренко это, сравни там, Александр Сидорин и так далее. Короче, глубокий умозок учения. Не готовился. Грассмейстер с нами. С нами Цыган, Герман Скобенко-Скоба и Ислам Женгоразов. Парни, каждого рад приветствовать. Наконец-то высошлись в гран-при. Ты в интервью после своего предыдущего боя, помнишь, что сказал? Николай Клименко, закрывай гран-при, пояс у меня, все остальные лишние. Конечно, так и было. Герман лишний? Да все лишние, я же так понял, что здесь забрал этот пояс или что, там, с почвы разогнут или что. То есть, не пугает тебя история, что Кудин залетел в гран-при? Вообще нет, я даже обрадовал, что он залетел. Бой смотрел его? Нет, я не смотрел, но я обрадовал, что он залетел. А ты потенциально смотрел этот бой? Там неоднозначное решение с Хасаном Юсеси. Я не скажу, что прям неоднозначное решение. Мне кажется, что Кудин реально выиграл. Но вы просто не так, ну, как мне, это мое субъективное мнение, не в таком прям вот вау, тем более кулачка, как бы, знаешь, как это первый бой у него был. Ну, как бы соперник тоже у него дебютант в кулачке был. Мне просто так интересно, как он пройдет бой, например, с парнями, которые вот у нас с ним больше 10 боев в кулачке. Ну, вот если он даже с нами встретился, ну, как бы он бы себя повел. Я не думаю, что он бы так уверенно себя чувствовал. Понимаешь? Да еще София, считаю, свечи, ты же старый. Ну, не тот бойец. Если ты даже его, я его видел где-то в спортзалах, а его даже не знаю. Ну, я его так понял, что он уже старый боец такой. Улиминитый срекшийся. Его просто переводят в России, что бойцы здесь на нем набивали рэ как мешочек. Но как он, вот ты можешь называть человека мешком, который три раунда отодрался на таких скоростях в целом, было достаточно, чувствовав, что он в хорошей форме. Может быть, но как бы не было. Мне кажется, там, знаешь, он подсаживается, и опыта не хватило кулачка. Вот у него не хватило, прямо ему видно было. Но, кстати, были моменты, где он был. Я знаю, что тоже самое сейчас, проще, я поставил, как он там другого типа, вот того же возьмем, а с лыжангольским, я знаю, что пройду, почему пройду. На что у него нет опыта в кулачке, как у меня. Потому что я знаю, как в кулачке, вот там удары совсем другие. Честно, я был уверен, что он тебе пройдет. Да, нет, нет, нет. Мизично, честно, мне что-то, знаешь, почему, по бой с фамичом, классный бой с фамичом закатил? Ну, давай, с фамичом я вообще не буду. Нет, 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 я не то, что, вообще, я просто, мне казалось, что Асалжан тебе даст, короче, ну, гораздо лучше, короче, оппозицию, но. Потом, когда ты показываешь, точнее, когда увидел этот бой неудобный с фамичом, ему неудобный, потом я увидел конкретно, я вел тогда RCC, когда они дрались с Асалжаном, ну, я поменяла тебе в лучшую сторону, как бойца, короче, мнение. Ну, я так скажу, просто фамич чуть-чуть ростом ниже, и ему может даже, и Асалжан, может, где-то удобнее даже было где-то с драться с фамичем. Допустим, я выше, я рост на шабайдере, я больше, да. Да, да, да. И плюс, знаешь, какая отлича у меня и фамича, фамич не умеет кричевать, у него нету вот этих борцов скотинча, я, как база Эмаши, просто, совершенно, мог кричевать, а Сазан проходил крича, а это кричи закрывало, он ничего не мог делать, вот, плюс какой был. Но ты в интервью еще сказал, что, помнишь, ты говоришь, я свой бокс поднял? Да, ну, я не бокс поднял, я начал тренироваться, для тех, кто не знает, я так скажу, я до этого времени вообще не тренировался с Тейнером, я был сам улучшим, я всегда тренировался сам, всегда все делал сам. А позиция или легкая прыгулка? У меня позиция хорошая. Лучше, чем Асалжан? Лука однозначно. Да, во всем, у него как минимум опыта побольше кулачка, он неплохой, мастер спорта побок сюда, ты есть в Ашбазе, неплохой. У Германа здесь. У нас, карацан двигается. Опыт, это вообще, кулачки, мне кажется, мой главный опыт. Я это, ну, это вот он доказал конкретно предыдущим боем, поэтому, я пошел в таком бою, ну, хорошо. То есть, я знаю, что ты готовился, но прогулка не будет легкая. Представляете, да, 30 боев у Германа по боксу и ни одного нокдауна, никто его ни разу не отправлял в нокдаун. Нет, 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 Вартан. Я вчера разговаривал с твоим другом Михаилом Кандальным, он говорит, что... Он перепутал, Вартан меня этот нокдаун поставил. Один, ну, хорошо, один нокдаун за 30 профессор. Не знаешь, почему я делал меня уронил? Кстати, вот скажу всем, это инсайд, типа, это был девятый бой за год, если что, ну, как бы, по профикам. Ну, по профикам, с кулачкой, там, кентуса были, с другой организацией. Ну, 9 боев пройдите, просто кто-нибудь пройдите хотя бы 5. Ну, я знаю, тоже много проводишь боев, но это единицы людей, которых по-моему... Когда, знаешь, когда ты спать не можешь, и думал, прикинь, ты, короче, неделю не можешь заснуть, потому что у тебя в голове ты, типа, мысли говорят, потому что ты уже все, ты истощен. А знаешь, в чем прикол? Еще по контракту был другой организаций, через 9 дней, и что, через 10-ый бой. А зачем ты так много не берешь? Ну, деньги все, знаешь, это, ну, все и ради денег. Все, это твой инстаграм смотришь, у тебя даже вот фотографии тут, типа, по имени. Ну, где, блин, эта история сейчас будет рассказывать, там, знаешь, там, типа, чемпионские амбиции, да, понятное дело, это все есть мужское, как бы, качество, лидерские, да. Но, блин, все мы здесь не просто так. Если бесплатно это все будет происходить, никто не будет выходить, понимаешь? Ну, а когда, тем более, деньги хорошие почувствовал, ну, ты уже никогда не захочешь от этого отказаться. И когда классно предлагают тебе классное предложение, типа, из разряда, блин, там ценник, например, 100%, а тебе вот за неделю предлагают 250%, это любой согласится. Ну, или, ну, кого, как бы, есть, как бы, нет страха, там, и так далее, типа. Здесь ты идешь за деньгами, или у тебя был полноценный лагерь? У меня, кстати, проснулись, у меня, кстати, проснулись вообще амбиции, когда в RC Hard, то есть, ну, как сказать, заявил о себе. И вот, ты знаешь, еще очень классные високонки, в том году, да, вот их было три, и они подготовку внесли, короче, нужные коррективы. И вот, реально, вот, с первого RC Hard, да, это был вот Мика Усубов, реально тяжелый был, столько он мне урона дал, хотя, парень, рукопашник, вот, я его не ожидал, он как-то бил этот джеб, непонятно, он залетал просто постоянно ко мне. Ну, короче, в чем я веду, я готовлюсь нормально, ой, нормально, хорошо, то есть, я на каждом бою, вот в RC Hard, я именно полноценный лагерь прохожу. Просто он уже не такой, как у всех, знаешь, там, трехнедельных спарринги, там, я, да, я играю в теннис большой, я, там, катаюсь на доске, там, я не знаю, ну, вот у меня, я, я отвлекаюсь от этого, мне проще уехать куда-нибудь на море, знаешь, там, и бегать две недели, отходить от этого всего, там, плавать в океане, все говорят, что ты, типа, как ты восстанавливаешься? Да море забирает все, кости восстанавливают, но реально же все это болит, как ни крути, все эти гематомы, просто люди вот смотрят на меня, там, типа, блин, ты постоянно движухи в какой-то, там, это, ну, мне нравится, так, если за 16 лет, если ты будешь жить только одним спортом, ну, что тогда у тебя останется? В голове каша будет одна, ты воробьям дули будешь крутить, издороваться по два раза, заменительным человеком, ну, реально, ну, это же так и есть, поэтому нужно, как бы, свой моральный фонд как-то разгружать. Ну, раз вы говорили про деньги, просто у тебя такая шикарная карьера в боксе, я имею в виду по количеству, но есть ощущение, что реально жить ты начал только сейчас. Нет, ты ошибаешься. Ну-ка, расскажи, ты больше заработал за свои вот эти 10 поединков в кулачке, чем за 3? Да какие? 10 поединков в кулачке, там реально 6, вот, это классные поединки, ну, мы за деньги, если говорим. Еще был один другой организации, который предыдущий, стадионный был в турнир, это были тоже хорошие деньги, и предыдущие это были копейки. Ну, опять же, кулачка такая история, в которой нужно заявить о себе за копейки, это вот парни знают, как мне крути, тем более в других организациях я знаю даже, что реально парни готовы и бесплатно выйти, чтобы просто как бы... Да, 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 и я не могу их осуждать за это, то есть, если ты показываешь классный бой, если ты показываешь что-то, свой класс, и тебе потом поступают классные предложения. Просто реально RCC вышла на рынок в том году и показала, что оно может давать предложение лучше, чем все, это факт, это мне так кажется, за мой субъективный момент. Как правильнее, цыган или Андрей? Обязательно, можно цыган. Ну, цыган, разговором цыган. Давай лучше, Андрей. Андрей, вот ты-то заявил о себе, как я понимаю, очень хорошо, расскажи мне про то, как тебе пришла смс-ка про то, что ты будешь драться с претендентом на перстень топ-дога, на коротком уведомлении. Это вообще, как это работает, типа? Я скажу так, то, что все мои мысли материальные, когда я что-то хочу, это все совершается. Я увидел топ-дог, там выложил, ну, рейтинг, то, что, ну, бойцов, увидел их ростер, 64 килограмма, я написал комментарий, это вес вообще дайте мне обоих в один вечер, я их перееду. И тут проходит, получается, ну, какое-то время, вот мне сколько, 3-4 дня назад сказали, ты будешь играться с теми, я говорю, я готов, поехали. А у тебя-то откуда? Ты шахматист. У вас в шахматах, ты создатель школы шахмат, прикиньте, человек реально, ну, не просто, не просто на телефоне, знаешь, по вечерам играет, а ты, как я понимаю, разбираешься очень хорошо в шахматах. Ну, как говорится, не хочется узнаваться, просто разбираюсь, давай. Ну, ты же знаешь, что там, прежде чем сделать два хода вперед, там, или один, надо на 10 продумать, а ты берешь поединок против Андрея, который является звездой кулачки с огромным опытом. И еще у тебя в бой недавно был. Да, ну, так сказать, пошел на риски, надеюсь, это все окупится, так что поживем, видим, правильно, правильно, это был ход или нет. А ты знал Андрея до этого боя? Да, конечно, я золотым их бой смотрел, также из костюм из Дубая смотрел их бой, вот последний, вот, но не все бои. Это соперник? В каком плане? Ну, вот это для тебя соперник вообще сейчас, но не физически, что ты там деньги за него получишь и так далее. Вот если просто тебе бы сказали, вот Андрей, цыган, это соперник для тебя, или это просто вот такой, ну, я сильнее, я пройду? А, в этом плане. Да. Я всех своих ребят, с кем я боксирую, я всех рассматриваю как соперников, потому что, во-первых, это должно быть с уважением, во-вторых, все они прошли какой-то долгий путь, все они достойны того, до чего они дошли. Так что, да, я могу сказать, что он сперник. Просто Андрей сказал, что у вас двоих за один вечер сможет... Ну, это, я думаю, красивая вот такая формулировка, фраза, чтобы зацепиться. Ну, ты еще не забывай, что Андрей, который еще является трештокером кода. Конечно, я про это как раз... Ты там еще деликатно сказал. На самом деле, я, наверное, расту просто и с возрастом, и вообще, в принципе, потому что я тоже свою лигу как бы сделал в Краснодаре, короче, первый UFO кулачка, короче, мы пока только развиваемся, поэтому я, наверное, в этом плане чуть остыл, в плане трештока. Просто говорю, когда мне сказали, ну, про него, я его не знал, честно, я тебе скажу, то, что я не знал, я его, то, что видел на ростер, то, что твои фотографии видел, то, что там первый номер, я сказал, что ты соперник мой, я пришел в заведение, включил на ютубе, короче, твои бои, три бой посмотрел, понял то, что... Все, можно его выключить. Я просто слышал то, что 4-0, там, два нокаута, я думаю, блин, ну, как бы, ну, шаг, да, вроде звучит. Ну, посмотрел трех-трех соперников, я думаю, да, блин, это вообще, ну, можно сказать, это просто три алкаша, которых ты уронил, ну, это, типа, я этим не посчитал. Четвертого я не знаю, кто соперник, я не смотрел четвертый бой, поэтому я считаю, мой опыт, моя жесткость, мой цыганский дух будет выше. А можно, я скажу, защиту своих соперников, особенно первых двух, потому что это очень хорошие ребята, один финалист России, второй призер Питера по боксу, тоже участник России, то есть это, ну, эти хорошие ребята. Ну, любительская карьера, это все фигня, на самом деле, я вообще в любителях, так скажем, у меня, можно сказать, ничего нету, я просто пацан с улицы, и... Разве это не карьера? Ну, карьера, да, на уличной карьере. В классике это может быть еще иначе. По этому бывают такие спортсмены, я скажу, у меня есть даже пример, я учился в Суворовском училище, у нас пацан был двукратный чемпион мира по кикбоксингу, ну, в обществе, когда сто пацанов, он был прям вот лох-лохом, извиняюсь, конечно, перед ним, мы сейчас уже взрослые, ну, реально взрослых лохом был, знаешь, там его даже слабые там обижали, я ему всегда говорил, ты че, блин, ты там мир два раза брал, как так, и в итоге он начал потом, потом духом чуть подниматься, поэтому кулачика и любительская, это вообще разные все. Герман, ты очень аккуратно подметил про фразу «трештокер года», я такой сказал, это еще мягко сказано. Как я понимаю, я был просто на одной конференции, я понимаю, я прям, вот так вы, по-моему, сидели, я вот слева сидел, а он внизу, ну, как, вот ниже, реально, я прям видел, как он газует. А ты бои его видел? Да, парочку видел, по-моему, тот вечер тоже я пересматривал, ну, он, ну, как сказать, ну, оппозиция серьезная, извини, как тебя зовут? Саша. Саша технать, да, базара нет, но у него опыт классный, реально, он держит удар, как бы, ну, мне кажется. А в какой момент боец должен заявить о себе так, чтобы ты его имя выучил? Это прецедент на херстинг тупдога. По сути, это сам, вообще, не в этом дело, вообще, не в этом дело, я вообще не смотрю бои, вот слово совсем, чтобы ты просто понял. Типа на работу, как я просто знаю его? Нет, типа, подожди, я знаю, ну, я знаю, что он делал занимается, в каком зале тренируется, я с ним пересекался на тренировках, я смотрел его даже крайний бой, я смотрел прям отрасляции другой организации, просто я имя его, ну, ну, как бы, штаб, бойцов уже много, сейчас мы лично с ним не знакомы, как я должен, ну, как бы, мы не знакомились, поэтому я запамятовал. А Ислам, у тебя было очень много боев, и когда Ислам давал интервью нашему коллеге Ким Чи после RCC Hard, ты прямо жаловался, тебе кипит, говорит, у меня там засудили, там тут, там здесь, Герман, отличная возможность сделать так, чтобы тебя не засудили, намерен ли ты вообще, как ты планируешь провести этот бой, и какая, какая самая сильная и какая самая слабая черта у Германа Скобенко? Ну, на ножках только сильнее, но слабо не будем, сильная сторона то, что он очень хорошо передвигается на ножках, очень интеллектуально там берется, нет вот этого, понял, вот рубки-то, он аккуратно всегда на ножках, чисто как боксер, аккуратно на ножках, на голову обдуманно, никогда не знаешь, ну, не прет, этого нет, аккуратненько, без эмоций. А ты, Герман, как считаешь, какая сильная сторона и слабая? Правая рука у него хорошая, и прямой, и у него он хорошо в Чемлаке работает. На Чемлаке я, кстати, только недавно еще работал, не всегда работал, потому что я... Ну, у тебя неплохо получалось со слабой. Да, просто, если кто замечал раньше, я просто вставал вот так, просто шел в тверд и убился, не было такого, что я пытался там аккуратно боксировать, и такого не было, я просто вставал. Ну, за этого тебя и любили, наверное, за кровавые бои. Меня никогда не любили на хейтинге, и хейтинг за то, что я постоянно газую. Я его сам ненавидел, пока не снялся в одном ролике, я всегда говорил, блин, такой мерзкий. Потом Стим пришел на съемки, познакомился как лично, и вообще поменял свое мнение, мы начали дружить, и теперь мне кто говорит, что он мерзкий, и я всем постоянно качаю за это, что он не такой же. Да просто, это надо, вот, для людей, кто будет смотреть, это надо понять этот бизнес. Ну, типа, человек может быть порядочным в жизни, в хороших поступках, но вот на камеру, вот у него очень плохое получается репутация, ему нужно высказанные какие-то говорить, провокационные. Ну, это типа, как журналисты себя ведут, вот, которые, да, красные, или как это у вас называется, я не знаю, ну, в том смысле, что вот он все так ведет и зарабатывает, короче, посмотрите. Желтая пресса. Желтая пресса. И поэтому, ну, это не значит, если много разговаривать на конференции, там, и на кого-то кидается, это не значит, человек, как бы, плохой там, или что-то. Я делаю так, чтобы люди покупали, люди смотрели, где было интересно, просто выходить драться тоже, ну, это не любительский спорт, всем должно давно понять, это профессиональный спорт, это шоу, первое всего шоу, а потом бои. Вот так это совместно. Мы все начали смотреть, вот, реально, вот, когда топ, когда Коннор начал наделаться, шоу, по факту, ну, или тот период. Хотя. Я реально, вот, я, ну, не фанат же боев, но я следил за этим, когда, ну, когда это началось. И реально, вот, мое мнение, чисто, вот, все бойцы и фиси, мне кажется, должны пожизненно реально процент Коннора грузить, вот, просто. Ну, Исмаил, и, спор, говорит то, что спасибо Коннору. Да, да, Исмаил просто сделает то же самое в России, красава. Вот,Why, и все, что Коннор начал делать то, что делали в боксе за океаном давно, то, что делал Мухаммед Алили, то, что делал Майк Тайсон, то, что делали, то, что делали они. да, да, да. Просто начал делать Коннор в ВМА и все. Это тоже жесткое дело, на самом деле. Все же знают, как он, легенда, как бы классно. Да, он просто жестко жестко. Он жестко оскорблял, но вообще не воспринимал своих соперников. То же самое Майк Тайсон. Ну, в обычной жизни, эти боксеры, были нормальные или со ок orbitalsкой? Я��면 theory, ты могу 있지, мне dropping the bag on. в жизни был. Мне кажется, вот он по молодости по-любому был жесткий, агрессивный, что ему слова не скажи. Мне кажется, вот он был еще ультра... Алией, он такой, индивилектуальный, мне кажется, выше, короче. И он такой... Он просто на камеру работал хорошо. Да, да. А вот Тальсон, мне кажется, вообще... Да, Паровский, просто дитомовский поэт. Я смотрел фильм про него на реальных событиях. Саш, смотришь на всех ребят, они... Музыканты много не говорят, а шахматисты тем более. Скажи, пожалуйста, вот ты вообще знаешь, кто такой Герман, знаешь, что такое Слам. И кого ты видишь, фаворит там в этом поведении. Нет, тогда я его тоже знаю, я видел на турнире. Конечно, я понимаю. Просто хочется... Мы с тобой на турнире. Да, я же говорю, мы сильно на турнире бились. Так, фаворит, кто в этой паре? Я все же, наверное, за более технический аспект, что все же мастерство победит, и мне кажется, у Германа больше... Извини. Не-не, что страшно, твоя мнение. Да. То, что мне кажется, преимущество у Германа. Есть вопрос. Мне, кстати, тоже кажется, что ты еще бьешь только у тебя руки не до конца, в первых раундах всегда согнуты. Ты как бы, знаешь, как ты это видишь. Ну я же стою рядом, смотрю на твои бои. Так бьешь? Не-не, вот-вот-вот-вот. Типа, вот как-то вот так вот. Бам-бам, что-то пристрелялся, потом нормально фигачить начинает. Ну, с Артушем я сильно ударил. А как у вас вообще кулаки и утяжей не болят после? У меня даже никогда царапин не было. Серьезно? А у тебя болят? Ну, у меня вот такая сказка. Что я когда бинтую, я даже не бытуеме. Наклеиваю, как будто что-то есть, чтобы на камере видно было. Так я никогда не типирую. У меня в руки никогда не ломал, ничего не было. Ворнемся к моему вопросу. Я говорю, на фортепиано играть. Не мешай. На фортепиано моментами нет. У меня было хобби к артестре. Это когда там разные труки картами делаешь. И я вот моментами... Ты вот это делаешь, да? Ну, я пытался. Да, пытался. И моментами после третьего боя, где у меня были проблемы с челюстью, я наотмашь ударил правой рукой. И указательный палец, видимо, переломил. Слушай, лет 20 назад ты бы в начале 90-х напутка такой был бы. И в шахматы играет. И на фортепиано играет. И руки в мастерские. Ты такие бы мулины бы делал эти твича. Но это я по историям знаю. Я просто в Донецкой эту историю знаю. Парни, а как вообще? Вот я, Саш, на тебя смотрю. Вот как вообще тебя занесло? Как тебя занесло туда? Постри на... Ладно, постри на Андрея. Да, вот еще особенно с этим светом. Его потасалит просто потому, что он шел. Да, да. Оба просто, знаешь, кулачку взяли по внешнему виду. Герман, очевидно, боксер. Да, да. У тебя тоже вопросы есть. Сейчас расскажешь. Как ты вообще попал в кулачку? Человек, который знает, что такое Е2, Е4 и там квинт с квинт с аккордом как там и так далее. Да, есть кварт, есть квинт и дистанция между нотами. Просто решил что-то новое для себя попробовать. Потому что я очень много лет жизни отдал боксу. И все же моментом было обидно, что он не принес особо таких плодов и результатов. То есть я отбирался на чемпионы России. Я был призером своего федерального округа. Был чемпионом федерального округа. 9-го, не с 9-го. А ты? У меня 29-го. Так что я понял, что бокс особо не принес таких результатов, на которые я хотел и думал попробовать что-то такое интересное. Я буду в шоке, если ты на каутируешь, Андрей. Я объясню почему. Такого не будет. Это очень скромно. Это, знаешь, похоже, вот если люди бы не знали за Сашины бои, то сложилось бы ощущение, что, ну, знаешь, мальчика тихонью там привезли под гигантового убийцу, который будет это. А я видел бои с Сашей, мы были на Топдоге. Да, любой турнир в Топдоге на самом деле. Выходит спокойный парень, первый раунд что-то там пам-пам, и потом руки полетели. Ну, я же говорю, что за соперник, он три алкаша, ну серьезно, пацаны. Понимая, если бы он вышел с такой позицией, с кем я дрался, тогда я бы сказал Базара нет. Я начну, ну, просто реально три соперника я считаю вообще ни о чемные. А вот я считаю, что твой самый сильный соперник будет. На самом деле круто, что на нейтральной площадке можно свести вас, это на самом деле интересно, потому что на твою карьеру это не повлияет, если там каких-то дичайших переломов не будет на самом деле. Про кулаки хотелось твои посмотреть, тоже есть переломы? Слава Богу, меня Бог любит, у меня ничего нет, никогда я не ломал ничего. У меня есть 13, такое чем-нибудь было сомненно, давно еще. На улицу? Нет, это в реванш с золотым я был вообще не готов, это, короче, напросили, чтобы я вышел на реванш. Поэтому, если я морально не готов, то у меня не нужна никакая подготовка. Хоть я буду физически готов, но морально не готов, это все красно. Я соглашусь с этим. Есть такой момент, мне кажется, Василий со мной. Бывает, что ты готов, ну, физически, а реально морально ты вот такой уже. Не заряжу. А бывает реально, вот как я на коротких выходил, а ты ходишь прямо под рацией. Тебе вот по факту, ты чувствуешь, где-то недодышишь, где-то чувствуешь, да, физухи нет, вес лишний, ты выходишь и на желание выиграешь. Поэтому, я считаю, уже на уровне профессионального, вот по профикам, ну, то есть по профикам, кулачки, боксе, неважно. Тут уже реально решает настрой и желание. Как этот настрой происходит? Это же не минутный, я сейчас скажу. Вот сейчас у меня такой настрой с ним, потому что я, в принципе, не тот лагерь пошел, который я обычно прохожу, там, три месяца, два месяца. То есть вообще не тренировался, да. Ну, тренировался, ну, не тупо подготовку проходил. У меня там своя лига, да, там мы свои бои организовывали, у нас не дал, он на турнир прошел. Да, 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 да. Допустим, ну, морально я не дрался где-то пять с половиной месяцев. У меня там были свои моменты, потом я сейчас, я еще без контракта, ну, я свободно, короче, поэтому я готов драться. Если что, пригласить, то к себе на лигу. Ну, поговорим после боя. Парни, которые идут на серии поражения, ему неинтересно. Ты должен был сказать, Андрей, чтобы, знаешь, максимально газу дать в этой ситуации. Вот сейчас я морально просто, у меня горит в глазах. Я уверен, еще мне то, что нравится, то, что, когда только выложили пост и все писали про него, то, что там, это декласс, там, меня это еще больше подкидывает. Самый жесткий комментарий, это, где твое замещание, Андрей? Да, да, да. То, что я пацан такой с улицы, без родителей, знаешь, и мне всегда хотел доказать, я всегда так вот таких пацанов. Доказать то, что ты, типа, лучший, да, это тебя недооценивают. Ну, андердогом, да, больше всего. И меня вот это сразу подкинуло, то, что я андердог, так же, как в бою золотым на стадионе. Да, да. Никто мне не верил, только мой тренер и моя жена, и так же здесь сейчас. Мне тренер сказал, ты можешь, ты чего, у тебя какой опыт, твой дух вообще бешеный. И я говорю, конечно, я вообще, поэтому я на Изи согласился, и я знаю, что я могу, что я сделал бой. Давай вернемся к вопросу, который ты задавал, как тебя вообще занесло в кулачный бой. Это вот правильно ты сказал, просто иди, дерись. Знаешь, это я, меня по районам все знали, у меня братья там в свое время, раньше там район держали, там, 5 братья. Ну, дядь, я просто братья называю. Да, подвинутся в сторону. Не, я просто говорю, ну, это раньше было. Потом, я как бы тоже, меня там все знали по району. И вдруг такой выиграл. Извини, перебиваю, а если я выиграю, они ко мне не приедут разбираться. Хорошо. Вдруг извилей на пищу. Нормально, это хорошо. Это хорошо. Вообще реально, кстати, тренд на уличные драки поменялся. Мы нашли новый ведущего RCC. Хорошо. Характеризовала историю. Он дрался с тремялкой. Написал заявление. Написал заявление. Написал заявление. После боя со мной встречать. Александр. Размейся. Можно вот это вставить в тизер, пожалуйста. И удалить из выпуска. Чтобы люди искали. И он говорит, давай, твоя тема. Кулач только пошла в хардкоре. Я даже не смотрел ни один бой. Я такой, блин, ну давай. Видео закинул. И мне сразу написали. И все. И мне сразу написали. Я пришел на конференцию. Я сразу сказал. Пацаны, я буду газовать. Хотите отвечать? Нет. Я пошел здесь сделать свое имя. И все. Так получилось. Андрей. Вот если мы сейчас отбросим твое прекрасное чувство юмора и харизмы и так далее. Какая сильная сторона у Гроссмейстера? Это точность. Да. Точность Базара имеет. Ну, хорошая точность у него. Тальность. Да, правда. Ну, именно вот точность. Да, он хорошо бьет в челюсти. Именно его двойки. И все. Больше ничего. Так, Саша. Вернемся к Андрею. Какая реально его сильная сторона? Чтобы мы, как зрители и наши зрители, смотря ваш бой, как раз таки смотрели на твою точность и на его? Я просмотрел его бои. Что хочу сказать. У меня встречались наподобие противники. Ну, конечно, это было в боксе. Я понимаю, что с ними делать надо. Но все же боксы и кулачки это чуть разные. Можно на блок принять, на защиту. На кулачки это нежелательно. Но у меня есть два геймплана, которыми я буду, так сказать, соответствовать. Посмотрю первый. Если прокатит, будем ему придерживаться. Если второй, то второму. Сильные стороны к ним вернемся. Это, конечно, напористость. Все же, прости, если я так их назову, размахайки, конечно, у тебя жесткие. Просто надо уметь с ними совладать, под них не попадать. И думаю, все будет хорошо. Убаюкал, короче, всех. С тренером мы обсуждаем. Это мой фаворит. Я вам скажу почему. Мне просто реально интересно. Я просто знаю, как Андрей Войс и Даня Регбис относятся к своим ребятам щепетильно. И я знаю, что они так просто не отдадут своего потенциального чемпиона на бой с любым человеком. И мне кажется, что просто потом, знаешь, вот эти нарезки в интернете есть, когда парень на пресс-конференции такой сидит, и потом как музыка начинается, и он начинает просто бить. На самом деле да, такое суперстечение стилей. Улица против спокойствия, такого домашнего, агрессия против техники. Не, я не агрессивный. В бою, да. В бою, да. В бою, да. В бою, да. Я написал себе такой вопрос, прямо процитирую, а сейчас, когда увидел Германа снова, я помню, что это очень абсурдная, двоякая, каламбурная формулировка. Ты проиграл Валерию Мясникову, очень обидно, смею заметить, да, вот этот поединок. Точишь ли ты зуб на Мясникова? Не, у меня с ним хорошее отношение, но реально неправильно бой построил. И там была вторая лица вон как рядом. И вот реально я почувствовал, что не было комфортно в бою, потерял силы, короче, под конец каждого раунда терял силы. Я вот честно скажу, я очень хочу реваншить. Потому что я считаю, не то, что я не хочу его как бы победу как-то скомпрометировать там и так далее. Просто от Маркелова, когда я подготовился к Маркелову, я гораздо был, мне кажется, на две головы в лучшей форме. Просто вот с Мясником не пошло. Или может быть он не дал, может быть. Да, вот просто не пошло, знаешь, как не мое. Я начал на ногах двигаться, надо было его вообще идти ломать, он физически был слабее, меньше веса, потому что он как бы в этом месте даже чуть не до веса было. Я гонял, я еще набрал на следующий день. То есть надо было взять его и попробовать, попробовать сломать. Ну как бы. Мне кажется, что реванш возможен только в одном случае. Ну и в каком? Если Гера заберет титул. И что? Просто стрекай историю. Не, ну вы тоже так говорите, у чемпиона, у меня есть что, шесть боев в РСИХАР и здесь четыре победы. У Валеры, у Валеры три боя всего лишь. Ну пусть три победы, да, но у нее всего лишь три боя. Вы так говорите, я должен целое гран-при выиграть, с учетом того, что у нас куча классных соперников, и тогда может быть я с ним садюсь. Но я знаю, Валера не хочет в тяжелый вверх. Вот. Не понравилось. А ты не пойдешь на девяносто? Ну, 85 я не знаю. Почему я не пойду? Кстати, если мне, да вот я говорю официально, это прям вот инсайт, если мне дадут полные два месяца, я буду знать за два месяца, я сгоню до 91, там вот где-то в 90 я сгоню. Мне два месяца надо. Потому что ну реально, как вот я с Мясняковым, мне сказали реально за 22 дня. С 22 дня 16 килограмм скину. Ну я понимаю, что меня есть, но 16 килограмм с 22 дня вы меня извините. Твой комфортный вес, ну где-то сегодня. Ну мой комфортный вес вот от 103 до 113. Вот так вот. А сколько он весит? Сейчас? Да где-то 80. А, 94. 94. Он гонял с 94. Да. Май весовой получает 93. А типа это не твоя весовая супертяжа? Нет, я же на 84-93 делюсь. Я просто, как сказать, могу и там тут везде податься. Воплощается твой, вообще твоя весовая не супертяжа. Нет. Я просто залетаю, мне предлагают ей залетать. Нет, да я понял. Я просто думал, что ты супертяж, ну типа врожденный. Как я. Нет, нет, я вообще раньше на 7-7 выступал. Так что. Я, когда увидел, что Ислам дрался по ММА. И брался в Иссеи, да? Да, да, Вейсеи. И вы просто можете представить мой шок. Он дрался с хадисом, с Белазом по ММА. У него рекорд по ММА тоже неплохой. Я уже Николай Семенко передал. И, да, с Василевским и так далее, причем ты проиграл Хадису только, да, к его, а все страницы доходили до решения. То есть объективные для РССМ и мать ты очень хорошая история, которую… Я бы с кайфом ПМ подрал, и Покебокшен я бы хотел подраться с этим, у вас же уже старый, уже спекся, лысый этот, местный весь, да, Штырков, точно, Покебок не всем зарубился. Новый бой просто только что родился, надо, Ваня, это показать. Чтобы ты понимал, бой Фомича и Хадисы родился так же. На истерии, что будешь, будешь. Нет, бой со Штырковым нормально, это прямо типа. Я просто, давайте реально, вы последний бой… Нет, нет, подожди, 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 остановись, я тебя прошу. Антиголов. Спекся, как спекся, посмотришь. Ну, Митцин, он последний, как сказать, он же, как спекся, сдулся бы, я бы сказал, как вы сказали. Хороший синоним. Нормально, он же есть, да, как бы есть наветки на организацию. Нет, знаю, что… Бой с Антиголовым не понравился. Ну, Антиголов же все такое же… Ислам, ты, короче, во всех хочешь. В МОЭ кикбоксинге ты хочешь здесь… Я с качеством… Ислам действует по принципу заработать бабки, и всем говорит, что бабки не главное. Нет, нет. Как сказать, универсальный бойц, я могу и подраться, я могу и побороться, я могу и боксировать, я могу… Не главное, чтобы ты конкуренцию дал. К Шнекову? Да. На легкую. Нормальная история. Пакетбоксинг? Можем поклаживать. Пакетбоксинг на больших перчатках или на маленьких? А вообще без разницы это? А вообще без разницы. Я могу и таких и больших. Мы с Лешей… Я была бы круче, была бы в маленьких, а в Мозелище не было бы. Мы с Лешей постоянно обсуждаем и с Николаем Клименко о том, что вот вы все классные, да, пацаны, бойцы, вы все известные, знаменитые. Но в последнее время такая тенденция, чем жирнее имя, простите, что я в тяжелом весе это сейчас говорю, тем, соответственно, хуже бой. Знаешь, я смотрел как-то… Ну вот я еще все у меня душа болеет. У меня душа болеет. Харккорбоксинг я смотрел там штуковка, там он кричал, вот мы в свое время голодали, за бесплатно дрались, братан. Я в свое время провел 500 боев, то же самое. Я начал где-то на парковке, ехал в Санкт-Петербург, там дрался, переходил. Если он насчет карте… Он просто назвал вот, типа, вы здесь вот трешточь, братан, при чем трешточит. Я провел 500 боев, я мастер-спорт по боксу, по гибоксу, КМСП, я не знаю, там в карате, там везде дрался, по тайскому боксу дрался. И при чем это сделал, я провел 500 боев, при чем сюда прийти и трешточит. Я провел 500 боев, ночевал где-то на парковке, оставался пешком на попутке, добирался до соревнований, там бесплатно дрался, брал долги, там работал, грузчиком ночью, там два работа, он просто вот… Альтиковка тоже, все, ну, Жена на спаде, он уже шел, Сан Штурков на спаде, тот на спорте призли ему подарок. Как только выйдет пресс-конференция, вот это… Вот здесь, ставьте, где он с Хардкор, говорил, что вы здесь… Ты что еще за… Мы тут за… Конечно, я бабки прошу, я хочу деньги, все хотят деньги, он хочет деньги, а ты хочешь деньги, все хотят деньги, потому что мы провели… Я кровью потом заработал себе это имя, я кровью потом заработал себе это имя. Я пахал, я провел 500 боев в Липцах, не просто так, чтобы здесь прийти и говорить за наследие. За наследие хорошо, само собой будет. Ты будешь драться, наследие придет, ты должен выиграть. Это здесь, когда говорят «наследие», тут все приходят за наследие, он пришел на 7 он пришел они все хотят это у любого мужчины есть он уходит драться выиграть они ходят просто там за работу это уже само собой на автомате он уже выходит у него есть уже все вот это в голове я должен выиграть но в основном так деньги деньги само собой а уже вот то что на смог бы проиграть за какой-нибудь большой гонорар да вопрос вот про наследие знаешь раньше когда-то назовем этого времена маика тайсон и федор и миленько все говорили наследие это мои бои мои дети смотрят за мной идут залы и в какой-то момент резко все это изменилось то есть ну то есть вы наверное же это почувствовали что теперь наследие это второй план бабки первый план ну вот смотри он футболки конора пришел потому что в частном самолете летит понимаешь потому что он столько денег зарабатывать ему вот это наследие не обещаю пацаны когда у тебя будет вот кеш бои нас едет есть муж выигрывать у тебя и так будет деньг нас едет а саму я вам объясняю еще раз ты у любого мужчины уже в голове заложен что он же все охотником должен выйти забрать любому бойцу вода сколько времени не пройдет вот будет сын дочь да и когда спустя 20 лет и рассказать что отец бился на голых кулаках это реально уже порядочно но в моем понимании это реально год как вот рубец говорил свое время я придерживаюсь я тоже так что это реально вот если мы жили другое время это реально гладиаторы просто вот поверьте мне я бился в боксе реально со всеми монстрами снг вот по боксу конкретно вот просто но так кулачки больно вот реально больно то есть бокс адреналина где-то хватает что знаешь там чисто удар пропускаешь ты можешь крепануться но по кулачке реально постоянно больно и то есть человек который вы держит три там пять раундов дерется кулак на кулак там ломать себе кости продолжает даже драться да блин он реально но для меня это ну мужчина уже хорошо серьезно ты можешь вот все все правильно говоришь я с тобой согласен с каждым из вас на вопрос это был чем жирнее имя тем хуже бой потому что уже про сейчас дрался на им с мачете да и я ожидал рубку я позвал гостей не всегда кстати классно они два сильных бойца они неудобны друг друга вы знаешь как бы все ждали бой флойд с пакеал так все его ждали и бой был скучный почему потому что два гроссмейстера встретились потому что каждый хотел друг друга один хотел не дать а другой хотел защититься и контрактаковать но образно говоря и ну так и здесь они два опытные бойца они друг друга не давали возможности по себе попасть и хотели сами попасть и получается что опыт на опыт и две манеры боя не подошли друг другу а если например вот бывает знаешь как вот два средних бойца но у них манера то нашу дурбаки образно говоря вот как вот он говорит что он там боксом не занимался но есть дух есть яйца образно говоря есть физуха и такой Ну вот мы увидим сейчас классный бой, мы это называем супер-бой. Ну вот как я вижу, я тебе рассказываю, ему нужно будет с технической стороны не пропустить его закидушки, нужно быть сконцентрированным и собранным, уходить от него на контратаках, доводить свои атаки, точнее попадания. А в его случае, наоборот, ему нужно подходить, обходить его тучки и зарубить. Может быть наоборот, значит он будет вторым номером подхватывать первый, а он будет за ним постанет. Это мое предположение, хотя я не знаю, какой у них план на бой, то есть реально не факт, хотя два особо классных бойца. Ну а с именем и так далее, я за это только боюсь. Ну а вот за имя, вот есть очень многие, я не за этих парень говорю, но есть реально, когда уже он на имени, уже бабки есть, все, и они выходят, знаешь, ролик отыгрывают, ну типа уже отбывают тот номер, типа знаешь, образно говоря, вот меня пригласили еще разу, что я типа карт ваш тяну. Слушай, да пока таких я не видел. Как Шамиль Галимов. Кто? Шамиль Галимов, наше дело вышел с этим. Ну я… Пахан мне, кстати, он кому-то проиграл сейчас, да? Он уже два или три подряд сейчас. Нет, кому он крайне. В Сибирском Коннор. А Пахан же еще сам мастер спорта по боксу. Да, да, да. Я же еще бои тоже не смотрю, но для меня вот, если честно, Коннор же он там любитель же вообще там, ну… Так сказать, я тебя бесю Коннор Пахарь. Пахарь, я так и понял, я знаю, у менеджера… А Пахан такой Тарас Слабонник. Я просто, знаешь, как для меня было чуть обидно с боксерской стороны, типа мастер спорта по боксу. Да он вышел от работы. Проиграл парню, который реально, ну, классом ниже на две головы, но видишь, что Пахарь ему показал, что кулачки… Вы нам-то бой покажете. Ну, конечно. Мы просто сюда пришли. А мне так-то сюда пришел отыграть, бабки зарвут. Наследие. Мне кажется, ни одного боя нет, где он не показал бой. Я знаю, я знаю за каждого… А обязательно насчет того, что еще по кибоксингу я бы хотел с Фомичом еще по кибоксингу. Три вызова уже я услышал просто. Потому что он… Не знаю, там, в прошлый раз у меня нога была… Ну, все знают, что у меня нога была травмирована. Дело в том, что я сам кибоксингу на перелет занимался. Я же не говорю. Хадиса выиграл, но я бы хотел с… Я бы залетел на кибоксингу на кибоксингу. Сейчас мне скажут, что я проиграл. Хадису, давайте возьмем. Это было четыре года назад. Я тогда с 77 перешел на тяжелый вес. Это как происходило. У меня я сказал, 93 готов. Хадис, я сказал, готов. Приезжай на взвешивание, не взвешивайся. Я 89 килограмм. Встаю на весы, ухожу. Выхожу на ринг. А там выпасть у меня уходит. А потом я поворачиваю. Что за херня? Хоть и супер тяжелом весил 127 килограмм. Я был бахан. Я не понимаю, что происходило. Я вот так тогда подрался. Так что… Мне кажется, кстати, по кику можно сделать какой-то турнир. Супер. Супер схваток. Медиа лига такая. Поксинг-боксинг. Тем более он тоже кибоксинг занимался. Такое гран-при. Штырков, Жангоразов, Скобенко. Можно, кстати, реабилитировать обратно Худина. Хадис, Фомич. Хадис, Фомич. Это был бы реальный интерес. Хорошая история. Андрей, а ты готов показать нам бой, который в ущерб себе? Ну, ты понимаешь, что это очень глупо спрашивать. Но он в ущерб себе, но на радость зрителям и тому, чтобы Клименко еще отстегнул денег тебе на следующий бой. А я свяжу то, что все мои бои я запомнился людям. Даже мои поражения запомнились тем, что яркими боями я показываю яркие бои, поэтому я получаю бонусы вечера. Ну, не просто так, я думаю. Я в тебе не сомневаюсь, потому что твоя история с реваншами, которую я вчера считал и смотрел эти реванши, сколько, ну то есть ты настраиваешься вообще на реванш с гроссмейстером в случае чего сразу? Все зависит от предложения и все. Сейчас как бой пройдет, потом уже будем думать. Ну, еще регбис неплохо платить тоже. Ну, я думаю, что РССС... Ну, я думаю... Подожди, зададим вопрос Герману. Герман, как дела с финансами в РССССР? Не, в РСССР тоже, кстати. В РСССР тоже, кстати. Сколько я за год? Ты в том году стран посетил? Семь стран ты просветил и... Живешь красиво, братик, ну как бы... Слушай, а расскажи, вот как раз таки, у тебя какой дальнейший план вообще в целом по карьере, по жизни? Сколько еще мы будем наблюдать тебя, пока ты вот радуешь нас боями? Ой, ну слушай, путь тяжеловеса вообще там типа... Пик вообще тяжеловеса наступает там от 30 до 35 лет. Типа я свободно могу боксировать. Конечно, приглашают на спарринг-сессии там. Ну, типа... Просто это может быть не будет основным заработком, но мне кажется реально чуть ли лет от 37, наверное... Ну ты на свой фиг читай только начал уходить. Ну да, только 30 лет. Да, да, да. Ты только дебютировал сейчас. Скажи, формирует с 30 лет, в принципе. Ну я как мужчина дольше тяжеловеса формирует, чем легковес. Ты после первого удара не хочешь злости повесить? Да, даже легковес тоже понимаешь, потому что я с 30 годами... У меня... Ты знаешь, нет такого злости, что я выхожу. Я просто дерусь и просто всегда агрессивный. Просто интересно, вот посмотрите на него и... Сидят два добряка с одной... Школы как будто с одной парты. А через три дня вы будете просто... А это просто знаешь, это FCC так делать. У нас просто это... Лига не про, короче, балаболство. Не про... Знаешь, не про лишний базар. Я-то наоборот рад. Я тебе знаешь, так скажу. Просто иногда так бывает, что вот смотри, у меня видят жёст, что я агрессивный со всеми там. Ты что? Это знаешь, зависит от человека. И чтоб ты понимал, в этой индустрии есть люди, которые сами бы все вымораживают. Не, я наоборот рад, что каждый из вас не опускается до уровня там прыгать, бегать, что-то говорить и так далее. Всё, что, кстати, было не начиналось, всё, что меня ждёт просто. Не, я газую всё на тех, что газуют для меня по жизни. И он настроен, чтобы выйти меня выиграть, просто развести меня то же самое. У меня с этого внутри. Мы потому что выйдем, и каждый хочет выиграть то же самое. То, что у меня раньше происходило, это как происходило. Потому что каждый из них начинал газовать. Ну, знаете, на него сейчас я ещё газовать. Он тоже будет на меня газовать, знаете. То, что там на меня газовать, я просто не газовать. Там просто выставляли так, чтобы, ну, я начал газовать. Памперс по сделаю, и там выставляют так, что просмотры же нужны. Всем нужны просмотры. То же самое. Здесь порядочный пацан сидит, там нормально общается. Мы всегда этого видимся, общались, не развидимся. Ну, а что нам здесь сидеть и показать, что нам человек сейчас другой хейтит. Не-не-не, я наоборот указал, что вы так на добром. И я только одно скажу, парни, каждому из вас. Покажите хороший бой. Покажите хороший бой, чтобы канал Удар выписал вам бонусы. Да и в целом… А тут бонус выписывает? Не, не сегодня. Подожди, не сегодня. Подожди, сейчас сразу. Знаешь… Братан, я тебя хорошо отвершу стулом сразу баловал, не знаю. Чистый бизнес. Хорошо поговорили, мне кажется. Знаешь, последний вопрос только хочу сказать. Ты же из Сена сюда приходишь, и вот если посмотреть даже бой на Има против Мачете, там где канаты драться сложнее. Больше пространства, сложнее как бы зажимать соперника. Большое преимущество передвижений, дальше момент, куда сюда уходить. Сена, она как-то больше… Ну это от стиля зависит, да. Просто когда ты, допустим, на канатах, ты можешь назад отклониться, на сене уже как-то это неприятно делается, и там как-то оно уже кажется, когда ты заходишь. Вот, потому что вокруг камер, вокруг все… Есть именно вопросы, Ислам. Скажи мне, знаешь, что? Вот я когда был… Пошла… Не, не, вообще нормальный. Просто вот интересный вопрос. Ты когда бился с севером по боксу, я же сидел прямо рядом стоим углом, что произошло? Почему тебе было не пошло? Я вышел с севером по боксу, начинаю боксировать, и вот передо мной вот… Ильцет рука, и вот они как-то… Я не знаю, куда уклониться, вообще не понимал, что происходит. Такая каша пространства. Да-да-да, я прямо конкретно… Я к Саше вот хорошо отношусь. Ну реально, у меня все нормальные отношения, мы не близкие, товарищи, но мы когда видим себя к нему с уважением, как бы. Но я понимаю, что ты из-за того, что боксом больше занимался, и как бы классом ты должен был быть выше. Ну, как бы, Саша духовенит, ты себе бьет. Я, то есть, за бокс, я же, ну, боксер, я всегда топлю за бокс, как бы. Мне казалось, понял, да? То есть, что он выездит, Саша, если выездит, только на духе где-то это… А я смотрю, ислам, короче, разобранный. Ну, то есть, я этот момент выхватил. Короче, у тебя тяжелая судьба, ты находишься тут? А кулачка, как бы я не смотрел. Либо ты когда-то выстрелишь, либо тебе надо заканчивать, потому что у тебя каждая история, которую мы слышим, она какая-то жестко драматичная. Ну, да. Не знаю, почему так происходило, так получалось, не знаю. Он очень молодой. Я, кстати, вообще не слышал, вот он говорит, мне казбек кричит, вот так передо мной стоит и кричит, а я не слышу, что мне кричит, потому что уши заложены, вообще, никогда не понимаю. И там еще был рефери с рефери случая, он что-то мне говорит, все, бой остановился. Ну, что-то сказал, а я услышал, не понял, я подумал, что бой остановил. Я взял, и ушел, думаю, как можно остановить от бой за этого, думаю. Взял, ушел. А он, оказывается, просто мне сделал предупреждение тогда, за это целый суету. Нет, ну, это ты, конечно, лишека дал. Я не отрицаю этого, но ты представь, я вообще нихрена не понимаю, уши заложены. У тебя же Калинкин судил, это легенда с ним, у меня уши заложены, я ничего не понимаю, на эмоциях, я что-то понимал, на таких нервах был, что-то понял, в этом бою вообще ничего, из-за того, чтобы пропускать ничего не вижу, я Казбе говорю, я ничего не понимаю, ну не вижу, где он находится. А по кулайски что-то пошло не так с ним, я, кстати, бой не смотрел, я видел, наверное, времени мало было подготовки, 20 дней, ты сам понимаешь, ну не так много времени для этого, 20 дней. Ты за бокс я видел, почему ты правильно. Так, стоп, у тебя достаточно времени было, чтобы победить, Слава, на подготовку, чтобы победить, Слава, у тебя достаточно? Да, два месяца мне достаточно, кстати, насчет этого РС вообще. У тебя мало времени? Мы узнали несколько дней, я скажу так, друзья, вы увидите бой, красивый бой, не зависит от вообще, какой будет результат, Реванш будет, если мы пройдем полную подготовку, месяца два, это будет просто еще в 10 раз красивее. А у меня вопрос к Андрею. Как ты тут проводишь весогонку, тут шведский стол, трехразовое питание? Я... Не ходишь туда? Я сейчас вешу 67 килограммов, причем я кушаю, все нормально. А сколько у вас, все нормально? 65, да? Я чуть подгоняю, кушаю как обычно, чуть подгоняюсь. А у тебя, подожди. А у нас три раунда или пять раундов? Я чуть придерживаю даже. Не приехал, да? Пять дней назад взяли, не без разницы какие. Школа шахмат, человек, который обладает огромным интеллектом и музыкантом. А вы знаете, вот говорят, российская сборная по шахматам, когда вот они в рапорт приходят, говорят, это самые просто безответственные люди. Там паспорт забыли, там еще что-то, потому что весь, ну, они думают там о чем-то. Они уже долетели, понимаешь, шаг ты уже сделал. Россия, это на другие, короче. Да, да, да. Как Андрей уверен, что я стою на него и просто помимо. Врачи, это история, когда слушай, это я первый раз приезжаю на РФСС 2018 год. Он сейчас говорит, я прям вспоминаю. Шведский стол, вот это знаешь, извиняюсь, тебе что, платили перерет, Тебе еще и такси встретило в аэропорту, и назад ты везло. Сань, скажи, да? Я просто, ну, типа, я на этом же месте, а я же в Макеевке живу, там, ну, короче, на соревнованиях как Годный Ислам говорит, типа, ездили, за свой счет там ездили, там, на какие-то турниры выездные в Россию. И тут просто тебе, тебе еще и после этого ты еще и денег заработал, домой привез. Ну, это, ты как бы понял, за еду можно было побоксировать, но нет. Контейнеры будем раздавать. Давайте финалить, потому что уже пошло идти. Устройте крутой бой, парни, самое главное. Да, еще хочу сказать, я с Севером пусть мне строй, Кельмейка еще один бой здесь. Четыре вызова, да. Либо по кулачу. Самое главное, устройте хороший бой, парни, мы вам желаем победы каждому из вас в любом случае. Сегодня вы стали ближе к зрителю. 6 июля кулачка Гран-при РССИХАРД 9. Шикарный карт нас ожидает, не пропустите прямая трансляция на канале «Удары», в самом сердце столицы единоборств пройдет в академии единоборств РМК. До скорой встречи.